Начальник нажимает на кнопку и говорит своей секретарше. Леночка, два кофе, пожалуйста. Голос из динамика. Андрей Петрович, вы можете меня хотя бы на выходные оставить в покое. Отойдите от домофона. Идут два мужика. Один другому говорит. Вчера был на дне рождения, ел селедку под шубой. А другой посмотрел на него и говорит. Да, ты и в армии хлеб под одеялом жрал. Разговор в трамвае. Девушка стоит возле мужчины и говорит. Мужчина, не уступите даме место. Мужик посмотрел на нее и отвечает. Ничего, постоишь. Уже один раз вот так женился. Учительница спрашивает у ученика. Вовочка, почему ты опоздал на урок? Мальчик отвечает. У моего дедушки случился удар. Учительница взволнована. Что, у него больное сердце? Вовочка успокаивает. Нет, у бабушки слишком тяжелая сковородка. На военном корабле Боцман спрашивает капитана. Капитан, а почему у нас во всех каютах висят картины Айвазовского? Тот посмотрел на него и отвечает. Это не картины, Боцман, это иллюминаторы. Мужик попал в ад. Черти предложили ему выбрать наказание. Ходит он, смотрит. Там сковородки лижут, там камни тяжелые ворочают. Все как-то неприятно. Вдруг видит какой-то бомжик и его ублажает симпатичная деваха. Мужик сразу радостно кричит, что это ему подходит. Черт, обращаясь к девице. Ксюха, иди отсюда, вот тебе и смена прибыла. Общаются две подруги. Первая рассказывает. Сара, а ты знаешь, что мой муж умер сразу после свадьбы? Вторая отвечает. Как жаль беднягу, но хоть повезло, недолго мучился. У семьи золотая свадьба. Собрались гости, и тут у мужа спрашивают. Семен Маркович, вы с супругой недавно отпраздновали золотую свадьбу. Скажите, как вам удается столько лет преодолевать семейные конфликты? Тот подумал и отвечает. Когда я и моя жена расходимся во мнениях, мы обычно поступаем так, как хочет она. Сарочка называет это компромиссом. Девушка пришла устраиваться на работу в фирму и спрашивает начальника отдела кадров. А куда делся прошлый сотрудник? Тот посмотрел на нее и говорит. Ушла в декрет. Девушка подумала и отвечает. Опасно у вас.